В 1983 году режиссер Игорь Добролюбов снял фильм «Белые росы». Картина была поставлена на киностудии «Беларусьфильм» и вышла в прокат в 1984 году. Художественный фильм «Белые росы» собрал в прокате более 36 миллионов зрителей и стал самым кассовым в истории белорусского кинематографа. Этот рекорд был побит только через 6 лет с выходом картины «Меня зовут Орликина». Журнал «Советский экран» признал фильм «Белые росы» лучшей комедией года. С момента съемок фильма прошел уже 41 год. К сожалению, многие актеры этой ленты не дожили до наших дней. В этом видео мы поговорим об актерах фильма «Белые росы, которые живы». Вы узнаете, какими они стали спустя столько лет. Марусью жену Василия сыграла Галина Польских. На экранах актриса дебютировала в 1962 году, сыграв семиклассницу Таню в фильме «Дикая собака Динго». В дальнейшем Галина Польских исполнила ведущие роли в таких картинах, как «Я шагаю по Москве», «Лестница», «Верность», «Ожидания», «Журналист», «Тени исчезают в полдень», «Ищу мою судьбу», «По семейным обстоятельствам», «Песочные часы» и во многих других. С началом нулевых актриса продолжила активно сниматься в кино. Зрители хорошо знают ее по фильмам «Граница таежный роман», «Я остаюсь», «Мачеха», «Светофор» и «По другим». На данный момент в фильмографии Галины Польских более 180 работ. Актриса практически всегда появляется в положительных образах, отрицательные роли для нее большая редкость. Галина Польских два раза была замужем. Первым мужем актрисы был кинорежиссер Фаик Гасанов. Они познакомились во ВГИКе, когда Галина Польских училась на первом курсе актерского факультета, а ее будущий супруг на третьем курсе режиссерского. В 1965 году Фаик Гасанов погиб в ДТП, он попал под трамвай недалеко от киностудии, где снимал свой фильм. В этом браке в 1960 году родилась дочь Ирада. Вторым мужем Галины Польских стал режиссер Александр Сурин. Этот брак актриса назвала случайным. По ее словам, это был курортный роман, который закончился рождением дочери Марии. Этот брак не просуществовал и года. Сейчас Галина Польских продолжает появляться на экранах. Она снимается в кино, а также бывает гостем различных телепередач. На данный момент актрисе 84 года. Возьмите телеграмму, Сашка едет. Почтальоншу Веру сыграла Наталья Харахорина. Актриса сыграла свою первую роль в кино в 1977 году, снявшись в фильме «Предательница». Наталья Харахорина не всегда исполняет ведущие роли, но многие ее работы хорошо запомнились зрителям. Так, например, Наталья Харахорина снялась в фильмах «Пираты 20 века», «Солнечный ветер», «Любочка», «Жизнь кувырком», «Эксперты», «Таксистка», «Райские яблочки» и во многих других. На данный момент в ее фильмографии около 150 работ. Помимо этого Наталья Харахорина часто снималась в рекламе, а также вела программу «Библиомания» на первом. В 2004 году актриса была удостоена звания «Заслуженная артистка России». Первый раз Наталья Харахорина вышла замуж в студенческие годы. Ее супругом стал ныне известный актер Виктор Корешков. Вскоре после свадьбы он изменил актрисе с Натальей Гундаревой. Брак распался. Как позднее признавалась Наталья Харахорина, это стало ударом для нее. Только работа помогла забыть о предательстве мужа. Детей от первого брака у актрисы не было. А спустя некоторое время она отвлеклась на новые отношения. На этот раз избранником женщины стал человек, далекий от камер и театральной сцены. Владимир Соболев так звали второго мужа актрисы. Он работал медиком. Актриса случайно познакомилась с ним в автобусе. В начале отношений все было хорошо, но позже выяснилось, что и этот супруг не отличался верностью и ко всему страдал алкогольной зависимостью, а также присвоил деньги актрисы, которые она откладывала на собственное жилье. Во втором браке в 1992 году родилась дочь Анна. Наталья Харахорина и Владимир Соболев развелись в начале нулевых. Актриса по сей день активно появляется на экранах. Чаще всего она снимается в телесериалах. 5 мая 2024 года Наталье Харахориной исполнится 70 лет. Мишку отца Галюни сыграл Станислав Садальский. В своем первом фильме Станислав Садальский снялся еще в годы учебы. Это была лента «Город первой любви», вышедшая на экраны в 1970 году. В 1974 году на экраны выходит фильм «Три дня в Москве», в котором актер сыграл Германа Николаевича Коробкова. Зарой в этой ленте Станислав Садальский получил признание кинокритиков и любовь зрителей. Актер сыграл много ярких ролей на экранах. Стоит выделить работы Станислава Садальского в таких фильмах как «Кот в мешке», «Место встречи изменить нельзя», «Чужая жена и муж под кроватью», «Лес», «Бедная Маша», «О бедном гусаре», «Замолвите слово», «Аферисты» и в других. Также актер часто снимался в выпусках киножурналов «Яролаж» и «Фитиль». С 2012 года Станислав Садальский не снимается в кино. В 2016 году он несколько месяцев вел передачу о здоровье «Таблетка» на первом. Станислав Садальский иногда снимается в телепередачах, активно ведет социальные сети, блог и свой ютуб-канал. В 70-е годы актер состоял в браке с гражданкой Финляндии. В 1975 году у него родилась дочь, которую актер видел лишь два раза в жизни. В 2017 году супруга Станислава Садальского ушла из жизни. Сейчас актеру 72 года. Закрой окно, а то весь день не отвяжется. Жену Андрея сыграла Ирина Егорова. Это была ее дебютная работа в кино. Помимо этого, актриса появилась в фильмах «Ад. Это» и «Белые росы. Возвращение». В последние годы в качестве артистки Москонцерта она ведет масштабные мероприятия – концерты, приемы, праздничные вечера в Кремле, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, концертном зале имени Чайковского и мэрии Москвы. Сейчас Ирине Егоровой 75 лет. Ирине Егорова пометается в роли. Ирине Егорова пометится в ингарте. В первом году, как в Кремле. Продолжение следует...